От ваших судов нам легче не становится. Во дворе на улице Экибастузской еще в прошлом году так и не смогли довести до ума начатое благоустройство. В районном Акимате начали судиться с подрядчиком и обещали в этом году все доделать. Однако ничего не изменилось, а заказчик работ по-прежнему прикрывается судами. Как недобросовестные подрядчики выигрывают тендеры и почему им выгоднее судиться, чем выполнять обязательства, выясняла Ирина Бобещевич. Они не доделали, обещали и ничего не делают. Это все сами. Все сами покупали цемент и все делали своими руками. Что здесь должно было быть? А здесь тоже брусчатка должна была. Они обещали положить брусчатку, но ничего нет. Жители сразу нескольких домов в несколько голосов перечисляют все недоделки, которые оставил им подрядчик после прошлогоднего ремонта двора, который они терпеливо ждали несколько лет. Обещали чуть ли не золотые горы, а получили массу проблем из-за недоделок. А там, где что-то сделали, уже разваливается. Все лето люди ждали, что подрядчик вернется и продолжит работу, но этого так и не произошло. Зато успели разобрать советские конструкции. Простояло 20 лет. Сказали разобрать все, поставят новую беседку. Вот вы видите, одна брусчатка, беседок нет. Вот там, как его, бельевые веревки были наши. Мы просто не дали снять вот те, и вот те две остались. Сказали, будут бельевые веревки. Их нет. Футбольное поле – классика жанра ограждения. Сломалось в первые дни эксплуатации. Поле за сезон изношено, как будто ему не один десяток лет. Лавочки устанавливали временно, так и не закрепив, но оказалось на постоянно. Ну вот это, видите, новые лавочки, которые поставили, просто их воткнули и все. Естественно, сейчас будут говорить, что кто-то это из наших все это сделал. Но я думаю, если бы это качественно было, невозможно было бы ничего это разобрать. Перед подъездами испортили то, что было, вытащив старые поребрики. Теперь вода прямиком идет в подъезд, а бордюры уже крошатся. Вот этот бордюр, который полностью рассыпается. Вот здесь тоже должна быть брусчатка, поребрики. Все убрали, но ничего нет. Там вот эти поребрики лежат, они, ну, как бы сказать, ну, как вот их привезли, сказали, что вот будем делать, так вот они там и остались. Перечислять все, что не сделали, а должны были, не хватит времени. Нам пообещали в свое время, два года назад, что здесь будет ВИП-двор. Мы жаловались, ответили в письменном виде, что подавали на суд. И доделают прям торжественно, обещали этим летом доделать. Люди второй год куда только не пишут и не обращаются. В Экимате отписываются, что подадут в суд на подрядчика. Подрядчик кормит завтраками отдел благоустройства, те, в свою очередь, население. Но бесконечно это длиться не может. Директор ТО Курлы с ортологой Евгений Лукьянчук уже не раз был фигурантом сюжетов. Таким подрядчикам легче выплатить штраф, чем довести начатое до конца и делать это качественно. Даже суд не решает проблем жителей. Таких подрядчиков нам не нужно. У него кроме ручки ничего нету. Он нанимает другого парня, бордюрчика другого нанимает, асфальтчика другого нанимает. Они же все дорожают, у него денег не хватает. И в итоге все мы попадаем. Человек с опытом, у него техника должен быть. Никаких договоров с другими организациями, которые за него эту работу сделать не должны. Наша доконодательство, например, я на сегодняшний день три суда выиграл, которые пришли в негодность. Асфальтные покрытия. Теперь судоисполнители должны это доделывать. А они перекро отказываются доделывать. Сейчас основным критерием при выборе подрядчика остается цена. Победителем тендера становится участник, предложивший наименьшую. Из-за этого часто подрядчики используют некачественные материалы, не исполняют свои обязательства, а затем требуют увеличения стоимости контрактов. Чиновники надеются на изменения в правилах госзакупок. Я надеюсь, что сейчас президент высыпет новый закон высыпет. Может быть, какой-нибудь поддержку нам. Всегда заказчик виноват здесь остается. В Акимате района заверили, что работы все же будут доделаны этой осенью. Ирина Вобещевич, Оксана Митюхина, Наталья Заяц, 5 канал.